По факту всем наплевать на вашу жизнь. А что подумает Васька, а что подумает Петька? И сейчас все такие, о да, Лера, ты правду говоришь. Внутри сердце сжимается, когда сейчас я вам об этом говорю. Привет всем! Меня зовут Лера, Лера Фомина. И сегодня у нас будет очень крутое, мне кажется, безумно полезное видео для девушек до 20 лет. Потому что мне скоро 23. И я подумала, что это будет отличная тема для видео, чтобы, возможно, как раз-таки многих довести до какой-то определенной осознанности, ну и, конечно же, какого-то определенного результата. Не забывайте предлагать мне свои крутые идеи в Директ. Если ваша идея будет реально классной, то в следующем ролике я ее обязательно осуществлю и расскажу о вашем профиле в моем видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, потому что здесь всегда интересно, полезно, ну а главное, уютно. И я очень жду вас в своей небольшой, но очень классной семье. Ну что ж, хочу сказать одну очень важную вещь. Это то, что эти советы, которые сегодня я буду вам давать, я бы и сама себе дала до 20 лет, потому что мне кажется, что если бы я на некоторых моментах в своей жизни зацикливала больше бы внимания, то добилась бы сейчас намного-намного больше. Поэтому прислушивайтесь к этому, потому что я всегда, когда что-то советую, опираюсь исключительно на свой личный опыт. Я сегодня вся такая в белом, и с кружечкой чая тоже белая. Поэтому вы тоже берите с собой чаечек, потому что будет уютно. Итак, первое, о чем бы я хотела вам сказать, это развивайся уже сейчас. Мы очень часто безумно небрежно относимся к учебе, к знаниям, которые нам дают в школьные как раз-таки года, и в студенческие тоже. Потом, когда мы оглядываемся назад, мы думаем о том, что, блин, почему я не учил вот здесь, потому что это могло быть полезно, почему я не делал то-то, почему я не делал это. Всегда развивайтесь, всегда обучайтесь, никогда не стойте на месте. Я знаю, что в подростковом возрасте и в студенческие годы, вот я сейчас заканчиваю университет, и я просто оглядываюсь назад, и я понимаю, что, конечно, блин, на первом, втором курсе особенно, мне хотелось не сидеть за партой, а мне хотелось смотреть сериальчики, смотреть фильмы. И сейчас все такие, о да, Лера, ты правду говоришь. Но это у всех, и это нормально. Важно понимать, что время это очень важный и самый главный ресурс в нашей жизни. Соответственно, когда мы просто залипаем за сериалы 24 на 7 на протяжении года, оглядываемся назад и понимаем, что мы ничего не делали, и все свое время мы тратили на сериалы, становится грустно, потому что, а что дальше? То есть этот год уже не вернуть, это время уже не вернуть, а за это время мы могли кардинально изменить свою жизнь и прийти к каким-то определенным целям, прийти к каким-то определенным мечтам. И очень жаль, что у многих нету целей в этом возрасте. Это можно вписать в любой из пунктов следующих, просто это само собой разумеющееся, потому что, ну как не иметь цели? Ну важно иметь цель. Вообще ученые выявили, что люди, которые не имеют цели в своей жизни, умирают в большинстве случаев несвоевременно, потому что мозгу не хватает целеустремленности, ему не хватает работы. Дайте, пожалуйста, своему мозгу работу и насытите его своими знаниями и, конечно же, своей целеустремленностью. Распишите свои цели, потому что это важно. И всегда, всегда развивайтесь, потому что книги, курсы, вебинары и так далее, все это в любом случае откладывается у нас на подкорке, в нашем подсознании, особенно если вы это делаете с огромнейшим желанием. Поэтому, пожалуйста, уделяйте этому время, потому что это может реально изменить вашу жизнь. Часто в этом юном возрасте мы очень много думаем о том, а что же о нас подумают, а что скажут другие. Из-за этого, к сожалению, мы не исполняем очень много своих мечт, не приходим к многим своим целям, потому что мы переживаем. Мы переживаем, а что подумает Васька, что подумает Петь. Давайте будем честны. По факту всем наплевать на вашу жизнь. Всем все равно, как вы ее проживете. Единственное, что заботит людей, это то, что они не хотят, чтобы кто-то был не похож на них, чтобы кто-то мог выделиться, чтобы кто-то добивался больше, чем они. В большинстве случаев, либо человеку все равно на вашу жизнь, либо он просто завидует и не хочет, чтобы вы приходили к результату. Потому что вот у них идет всегда у людей, в общих массах, такое некое отрицание чего-то нового. Никто это не понимает. Им не ясно, почему вы этим занимаетесь. И когда они видят, что вы живете в одном маленьком поселке, но вы занимаетесь чем-то другим, что может принести результат, а эти люди продолжают жить той же жизнью, которой они живут, конечно, их это коробит, конечно, им это не нравится, потому что это некий какой-то животный инстинкт, мне кажется. Третье, пожалуй, самое важное, это учи языки. Пожалуйста, учи. Вот это тот момент, когда я очень сильно жалею, что когда-то не настояла сама себе на том, чтобы продолжить изучение языков. То есть я в подростковом возрасте занималась репетитором, но почему-то это все сошло на нет. Потом я занималась самостоятельно, но мне не хватало эрудированности, наверное, какое-то понимание того, как я должна учить языки. То есть я смотрела ролики на Ютубе, постоянно по роликам на Ютубе училась, но как-то что-то не хватало. Мне не хватало, наверное, какой-то мотивации, понимания, не хватало вот такого ролика, который бы ткнул меня носом и сказал бы, Лера, дальше будет сложнее, намного сложнее. Сейчас твой мозг еще чист, твой разум тоже. Пожалуйста, заполни его тем самым языком, который сейчас очень востребован. Английский язык, почему нет? И я вот сейчас настоятельно рекомендую каждому из вас задуматься об изучении английского языка, потому что это очень-очень хорошо раскрывает ворота в вашей жизни. Вы сможете спокойно путешествовать, вы сможете знакомиться с новыми людьми, у вас не будет вот этих границ, не будет вот этой преграды, которая есть у меня. И мне сложно было реально в какой-то степени, когда я даже улетела в Таиланд, потому что особенно первое время, потому что когда были бытовые моменты, которые нужно было решить, я не понимала, что мне говорят, люди не понимали, что я им говорю. И вот этот момент, когда та сторона не очень хорошо знает язык, я вообще тоже не особо его знаю, и мы вот такие вот бьемся друг об друга, но не можем другу ничего объяснить, это портит и отдых, и впечатление в принципе о всем происходящем. Не погружайте себя вот в эту плохую негативную атмосферу и заранее позаботьтесь о своем будущем комфорте, чтобы в дальнейшем не было как раз-таки того самого дискомфорта. Не менее важный, наверное, один из самых чутких таких советов, это не убивайтесь из-за несчастливой или безответной любви. Да, это очень сложно, и может быть, этап, и период вашей жизни. Я понимаю, что наверняка внутри сердце сжимается, когда сейчас я вам об этом говорю, потому что вы понимаете, что вы ничего не можете сделать. Но вы ошибаетесь. Вы можете сделать, вы можете отпустить. Поймите одну очень важную вещь. Нам еще жить безумно-безумно долго, безумно-безумно много. И представляете, какой маленький промежуточек времени просто мы прожили из всего того, что нам предстоит увидеть, что впереди у вас будут поступления, новые знакомства, новое общество, куча всего интересного. И не загоняйтесь по этому поводу, потому что у всех у нас был такой момент. Все мы через это прошли. Это нормально. Не ищите в себе недостаток. Не занимайтесь самокопанием. Понимаете? Такое бывает в жизни, что люди сходятся и расходятся. Это просто очередной этап, который вы должны пройти. Я уверяю вас, что все будет круто, что когда вы будете вспоминать эти моменты, вы будете улыбаться и с облегчением думать, что хорошо, что в тот момент мы не были с этим человеком, потому что сейчас вы либо открыты, либо уже в отношениях с другим. И я уверена, что сейчас девочки, которые прошли через несчастливую любовь, но они уже там замужем, у них есть дети, меня прекрасно понимают. Поэтому я с огромнейшим наставлением говорю вам о том, что прекращайте страдать, открывайтесь этому миру и начинайте жизнь с чистого листа. Сейчас скажу вещь, которую подростки, мне кажется, 100% не поймут, потому что это так. Потому что я сама наверняка бы, если бы мне это сказали, подумала, успокойся, но ты же тоже через это прошла. Но да, вот сейчас я думаю, что я через это прошла и думаю, что я бы больше уделяла внимания и времени своим близким людям. Сейчас я вижу со своими родителями раз в полгода на пару дней. На протяжении уже пяти лет это происходит, и это сложно, это не просто, я скучаю по родителям, я хочу с ними проводить время, я понимаю, что мы могли больше смотреть с мамой фильмы вместе, мы могли больше с ней болтать по вечерам, мы могли больше проводить семейных ужинов, я могла больше проводить времени с братом, который, возможно, тогда как раз таки и нуждался в какой-то моей определенной поддержке. И да, мне жаль, что в тот момент, когда ты подросток, ты такой весь а-ля я свободный и от всех вот этих предрассудков и так далее, зачем мне родичи, как говорит мой брат, родичи, очень интересное слово, потому что я никогда так не выражалась. И я реально понимаю, что если откинуть все эти предрассудки, что родители взрослые, с ними может быть неинтересно, и действительно попробовать классно провести совместный вечер, поиграть в какие-нибудь игры, в виде алиаса и так далее, то будет круто, вам понравится, потому что это ваша семья, это ваши близкие люди, и почему нет? Сейчас будет совет, который будет безумно, возможно, банальным, как кажется, но если углубиться и если получить его в тот момент, когда он реально необходим, вполне вероятно, что у вас сейчас именно этот период, то ваша жизнь может перевернуться, как когда-то в мои 17. Я слышала эту фразу, мне кажется, с самого детства просто, но когда мне сказали ее в нужный период моей жизни, в 17 лет, мне сказала эту фразу моя подруга, и мне хватило того, чтобы полностью перевернуть свою жизнь, перевернуть свое сознание, я думаю, что это был первый переломный момент, в принципе, в моей жизни, когда все пошло по-другому. Слушайте свое сердце, просто реально, слушайте свое сердце, как бы банально сейчас это не звучало, важно прислушиваться к себе, не думать о том, что подумают другие, не думать о том, что ну как, я же уже привыкла, или не думать о том, что блин, а вот родители вдруг не поймут, просто сделайте так, как вы считаете нужным, Пишите личные дневники. Это то, что я делала с 12 лет, сейчас я пишу раз в полгода, к сожалению, я не знаю, возраст или что это, когда по истечению времени то ли выговариваться особо уже не хочется, то ли и жизнь наладилась, не знаю. В общем, в подростковом возрасте и в юношеском возрасте, когда мы поступаем в университет, у нас очень много переживаний, 100%. Записывайте их в личный дневник, потому что, когда я сейчас перечитываю свои личные дневники, я реально понимаю, что круто, что я все это записывала, потому что я вижу, что я прошла, как я изменилась, какая трансформация произошла со мной, такой, какая я есть. Потому что иногда кажется, что в нас вообще ничего не меняется, а потом я открываю дневники с прошлого года и думаю, бог мой, Лера, это ты? Это писала ты? Серьезно? Вроде взрослая девочка, что такое? Этим и прикольно введение дневников, то, что вы всегда можете наблюдать за тем, как вы развиваетесь и что вы в себе подтянули, а что стоит подтянуть. Пишите себе письма на год вперед. Пишите, какая вы сейчас и какой вы хотите стать. Это очень помогает потом анализировать то, насколько вы можете быстро достигать своих целей и как вы вообще меняетесь за все то время, которое проходит. Это безумно-безумно круто, потому что, во-первых, вы можете в этом письме поставить себе цели, посмотреть, исполнились они или нет за год, но, во-вторых, вы сможете реально посмотреть, насколько вы способны меняться и насколько быстро вы развиваетесь. Я была бы не я, если бы не сказала вам расширять свои границы, потому что это важно. Расширять границы означает смотреть по сторонам не только вглубь, но и вширь, потому что, когда мы смотрим вглубь, мы видим учебу, проблемы, кучу-кучу всего того, что на нас наваливается и не можем понять, как это все решить. Это какой-то определенный бардак, а когда мы смотрим вширь, мы можем видеть решение всех наших проблем, ну и плюс новые возможности. Поэтому смотрите вширь, смотрите по сторонам, не стесняйтесь и не бойтесь знакомиться с новыми людьми. Не упускайте возможности, как минимум, знакомиться с новым обществом, с новым коллективом, узнавать что-то интересное для вас, если вы видите где-то даже бесплатный вебинар или курс и так далее. Не стесняйтесь, все это проходите, участвовать во всем, потому что это все, это приведет вашу личность к некому апгрейду, будем говорить так. Последний и очень важный совет от меня это перестаньте негативить. Это тот возраст, я как никто другой знаю, когда хочется там лечь, плакать в подушку, слушать грустную музыку и так далее. Пожалуйста, не делайте этого, не тратьте на это свои силы, нервы, время, очень важно. И практикуйте благодарности, чтобы избавиться от негативных мыслей и думать о том, как же все плохо в моей жизни, научитесь благодарить. Благодарить можно не только за материальные, осязаемые вещи, но и за те, которые в принципе нас окружают. Это небо над головой чистое, это трава зеленые, это птицы, которые каждое утро поют и будут вас. Это прекрасно, из всего негативного можно реально сделать позитивное. А если вы делаете какие-то определенные ошибки, вы извлекаете из этого опыт. Опыт это уже хорошо. Умейте сопоставлять, умейте видеть не сразу все плохое и мыслить стереотипно, а умейте смотреть вглубь. И тогда, когда вы будете понимать, что за вашими ошибками кроется опыт, и самое главное, что вы можете извлечь, это как раз таки он. И учиться, практиковаться и так далее на этих же выводах. Это безумно ценно и очень-очень круто. Поэтому, пожалуйста, перестаньте нагнетать на свою жизнь все эти страдания, которые вы так сильно любите нагнетать. Отпустите ситуацию и просто выдохните. Научитесь писать благодарности, научитесь быть позитивным и видеть во всем плохом хорошее. Потому что всегда у всего есть две стороны медали, и вы должны это понимать. Ну что ж, вот такая вот небольшая первая часть моего видео. Я надеюсь, что я была вам реально полезна, потому что это то, что я бы сама себе сказала. Поэтому, я повторюсь, стоит извлечь из-за этого очень многое, потому что это проверено лично на мне. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, ну и писать в комментариях, как же вам видео. И хотите ли вы вторую часть, потому что я очень и очень старалась. Я вас люблю и до скорой встречи. Пока-пока.